Я сегодня просто хочу спросить вашего общего совета, что мне делать с гаплогруппой, гаплогруппой, ой, гаплогруппой, я уже договорился, Е. Это значит негритянская гаплогруппа, сто процентов ее от Глинео Бесао и всякое прочее. Вот, я про нее очень мало чего знаю, я немного буду рассказывать о своем глубоком недоумении, как, где она встречается. Ну, она, я условно называю негритянской. Значит, надо, прежде чем браться за такую сложную вещь, можно размяться на чем-то очень простом. Ну, например, можно размяться на цыганах. Вот, интересно, кто они такие, откуда они взялись. Общая точка зрения, она состоит в том, что цыгане пришли откуда-то из Индии. Да? А во многих странах их называют фараоновым племенем или египтянами. То есть они пришли, как предполагается, что значит, из Египта. Ну, в Британии, допустим. А некоторые называются чехами или богемцами. Тоже такое основное название. А их еще по-другому их называют ромами или романами. То есть тоже самое название. Да, самое название. То есть явное слово «рим». И самое что удивительное, обе эти точки зрения, они абсолютно правдивы. И можно посмотреть, кто такие цыгане являются с генетической точки зрения. С генетической точки зрения у них доминируют гаплогруппы трех видов. Первая, это вот та самая тегритянская гаплогруппа Е, о которой мы сегодня будем подробно говорить. Ее 24%. После этого есть H, которая очень распространена в Индии. Ее у них 51%. И есть, помните, вот эта странная гаплогруппа R2, которая в мире очень слабо распространена, но почти 100% достигает у касты воинов, у кшатриев в Индии. И мы видим, что H и R2, это гаплогруппы, типичные для Индии. То есть это совершенно правильно, они оттуда пришли, совершенно не смешивались с местным населением, жили здесь своей жизнью, всем этом. И на именование фараонного племя, или римляне, или романне, тоже имеют свое право на существование, потому что гаплогруппа Е у них тоже широко представлен. То есть очень похоже, что двигалась какая-то группа из Индии, близкая по своему составу, скажем, либо к шатриям, либо к касте неприкасаемых из индусов. И она пришла, захватив с собой Египет, что-либо еще, и оказалась таким образом в Европе. Жилось здесь очень не сладко, то есть еще в середине 19 века, например, на территории Румынии были, практиковались развлекательные пытки, пытали потом исключительно цыган. Цыгане все имели статус крепостных. Ну, например, как с цыганами обходились, например, в Британии, в 16 веке убивали не только всех цыган сразу же, а убивали всех британцев, которые с ними имели какие-то контакты. Развлекались как могли, ну, например, в Брогемии отрезали, по-моему, левое ухо, в Чехии правое, каждому цыгане мужчину. Во многих странах тоже в Швеции убивали всех мужчин, цыган и так далее. Ну, мы все знаем, кто такие цыгане и как они теперь существуют, но я хочу обратить внимание, что это действительно, как их язык говорит, это прямые выгодцы из Индии, которые где-то по ходу ухитрили, чтобы потонуть некритянская габрогруппа. Вот такая вот эта вещь. Разговаривая еще о габрогруппе Р2, хотелось бы посмотреть, у кого она еще есть в Европе. А в Европе она есть еще только у одного семейства народов или народа, это курды. Курды, хотя они живут как бы в Иране, они занимают удивительные вещи. У них много нашей прославянской габрогруппы Р1А1, порядка 13%. И Р2 это 13% вот этой кшатрийской, индийской габрогруппы. Как они так нахватались, почему это, тоже совершенно непонятно. И этому можно искать какое-то рациональное объяснение. Но это не вот такой странный народ. Вот. И вот теперь поехали и габрогруппы Е. Мы многократно говорили, что если какой-то народ завоевывает, так оспорствует над остальным народом, то он оставляет свои следы. Мы знаем, что Африка находилась под европейскими колонизациями. Парадокс состоит в том, что на составе генетического народа Африки это никак не отразилось. Как были они чисто свои негритянские габрогруппы 100%, так они и остались. Поэтому, скорее всего, настоящее господство европейцев над африканскими странами, оно являлось чисто номинально эффективным. То есть был порт, по всей видимости. И где покупали рабов? А покупали рабов у местного церка какого-то. Никак с ними не смешивались. Вот такая вот вещь. И это было бы все очень приятно и очень бы хорошо, если бы мы не видели габрогруппу Е во всех остальных вещах. Ну, то есть в Европе. Например, Австрийцы. Далеко от Африки, да? 13%. Албанцы. Вы видели албанцы? Это же настоящий негр. 34%. Не похоже. Но, тем не менее, по генетике это так. И очень интересно, что у нас, то есть у белорусов, русских, по 5%. Это очень много. Как бы, я вот прошу вашего совета, откуда это вот такое, так и так, а как это можно интерпретировать. Есть еще меня обвиняют, есть еще такая экзотическая габрогруппа, как Е1Б1А. Это тоже Эфиопия, Судам, кое-где она встречается. И знаете, ее в мире больше нигде нет. Но находим мы ее неожиданно. У какого народа? Мы можем догадаться с одной попытки. Какой народ у нас совершенно экзотический? Живет на Волге. Татаров. Никого нет, ни у русских, нигде. А у татаров эта экзотическая габрогруппа Е1Б1 из Африки присутствует в количестве 4%. Или еще русских. Ее нет совсем, но исключением казачества Северного Кавказа. Но мы знаем, что они все-таки к татарам, то есть к тюркам достаточно близки. Ее 0,33, то есть тоже почти 4%. Где, каким образом африканские габрогруппы нахватались татары с казаками, тоже совершенно непонятно. А есть же версия, которая разделяет авторы новой хронологии, не только Насовский и Фоменко, и другие некоторые. Что была древняя египетско-арамейская империя 10-13 веков, после чего, так сказать, после того, как она распалась. Собственно, до того, как она распалась, все представители владетельных родов и на Руси, и в Европе, в общем-то, были потомками царей этой империи. Ну, похоже на то. То есть через представители знатных родов, как бы, эта габрогруппа, так сказать, из Египта могла попасть в Европу. Да, вот у русских не 5%. То есть вот каждый 20-й, грубо говоря. А я попытаюсь опустить вас, как бы, с небес на землю, на какие-то империи, заговоры и прочее. Почему? Заговоры империи. Почему? Потому что она разрушилась, они куда-то разъехались. Мы чего-то не разъехались. Я про разъехалось ничего не говорил. Ну, неважно. Суть вопроса в следующем состоит. Вот у нас есть, как бы, у человека есть определенный набор генов, да? На самом деле, как бы, понятно, что эти гены могут мутировать в определенную сторону, да? И просто они мутируют, как бы, согласно просто, как бы, закону вероятности. У различных народов по-разному. И они мутируют, как-то в одних, в одну сторону, в другую сторону, в третью, в третью сторону. И просто иногда эти мультимутации совпадают. Вот и все. Влад, ты отпустил, извини, нас не с небес на землю, а с небес в полную безгромотность. Ну да. Почему? Объясняйте, почему. Почему? Потому что они, как это, так мутировать, чтобы одна гоплогруппа так мутировала, чтобы четко попала уже в другую существующую гоплогрупцию. Очень интересно. Сидят там... Нет, нет, подождите, я вам объясню тут вопрос заданно. Как определяется гоплогруппа? Гоплогруппа определяется как различие. Понимаешь? Конечно же, мутации в одном и мутации в другом, и мели тоже были разные. Но в чем-то они совпадают. И вот в этом совпадении они составляют одну гоплогруппу. Только в совпадении. Хотя мутации разные. Совпадение и че? Так получилось. Ну вот, допустим, взять нас с тобой. У тебя есть голова, у меня есть голова, у тебя есть глаза, у меня есть глаза, у тебя очки, у меня очки. В чем-то мы одинаковые. И в этом, если будем назвать это... И давай, чтобы было понятно. И это назвать это каким-то словом, типа гоплогруппа, то мы с тобой в одной гоплогруппе. Потому что у нас есть глаза, есть очки, есть голова. Подождите, подождите, подождите. Но много других различий тоже есть. Я говорю, мутация происходит, конечно, многообразная, по многим различиям. Но в каких-то направлениях, в смысле определения, позже определения гоплогруппы, они совпадают. Гоплогруппы же, они совершенно четко генетически определяются. Гоплогруппы определяются как различие. Они определяются как различие генетически. Не может быть так, что у тебя какая-то гаплогруппа сформировалась где-то в Африке, а ты сидишь у себя в Хакасии, у тебя произошла мутация, и ты стал нервом. Такого не бывает. Почему? Ну вот как-то вот так, и сложилось. Речь идет о минеонах, последствиях нуклеопидов. И вероятность того, что у тебя возникнет та же самая мутация, она ничтурная. А я об этом сказал? Ну разве нет? Нет. Я сказал, что возникнет разные мутации, но в чем-то они будут одинаковые. И когда поздние ученые будут смотреть и искать какую-то одинаковость, они вот в этих различных мутациях могут усмотреть одинаковость. Как между мной и Стасом. Есть одинаковость, что у нас две руки, два глаза и двери. Вот посмотри, вот Е1, Б1А, о котором мы сегодня рассуждали. Вот ты по ряду туда идешь дальше, углубляешься. То есть сначала у тебя Е... Ты заменил сколько букв-то? Да, и будет больше. И десятки букв бывают. Ну правильно, это все лишь десятки букв. Десятки букв. И ты говоришь, что Б1А, потом будет АДЕ, АХБ... Это значит, что эти комбинации не могут повториться? Нет, это будут разные вещи. А Е это некоторые. Е, А, ШР2, Р1, Б. Это некие глобальные вещи. И они не будут тебя... Уровень как бы объяснения, что это глобальные вещи, они не могут. Ну я понял. Не могут, значит не могут. Это хорошее объяснение. Ну как, но это все равно, что чашка мутировала бы это самое в чайник. Ну как? Нет. Это все равно, что между чайником и чашкой есть одинаковость, состоящая в том и той и другой емкость. Если мы будем искать емкость, и мы скажем, чашка емкость, чайник емкость, и той и другой емкость. Это определенная последовательность нукриотитов. Еще раз, я поэтому и говорю, что это определенная последовательность нукриотитов есть некое общее для двух, например, каких-то разных мутаций. Мутации разные, а последовательность мутации. Хорошо, ясно, ясно. Ну вот, в общем, господа, в общем, вот такая вот эта штука. Я просто вот этот маленький тетик вам сегодня предложил о нем как бы поговорить. Вот у нас действительно есть странный парадокс, что негритянская гопалокропа Е встречается с повсеместной геоглобой. В том числе у русских и поляков, например, по 5%. И этому как-то надо предположить и личное размышление. Кроме того, такая экзотика, как Е1Б1А, встречается у русских казаков, то есть Северного Кавказа и т.д. А можно еще маленькое замечание по поводу болезни? Почему вдруг все народы болеют одинаковой болезнью? Вот странно, да? Не могло же так быть, что там вдруг какие-то, допустим, африканцы прилетели и заразили европейцев. Такого же не бывает? Совершенно не бывает. Нет, я... Ну, это понятно, что ты не понял. Логик подчеркнулся на человека. Ладно, вообще твоя глупость и твоё хамство, так сказать. Непонятно, что человек привешивает, понимаешь? Нет. Я чуть-чуть не могу. Еще раз вопрос. Вопрос состоит в том, на самом деле. Болезни потому одни и те же, потому что организм имеет склонность к этим болезням. Если возникает определенный родное условие при них, то он, поскольку все организмы человеческие одинаковые, более-менее, плюс-минус, то они подвержены этой болезни. Точно так же и мутация. Все организмы подвержены одинаково. И в принципе, я говорю, что внутри. Внутри. Вопрос с мутациями, как я понимаю, просто последние остатки школьного курса биологии состоит в том, что там слишком много элементов, мелких элементов участвуют в этих самых мутациях. И коллеги говорят о чем? Вероятность того, что они случайно легли одинаковым образом... Личтожные. Ну, то есть, просто наука предлагает, пренебрегает такой вероятностью. Да, на это я какое-то маленькое добавление сделал, если вы заметили. Что мутации-то разные. Просто тот фактор, который называется гопологруппа, и который определяется, исходя из-за различий, у них одинаково. То есть, у них одинаковая гопологруппа, хотя сами по себе, конечно, мутации разные. То есть, судя по твоим словам, гопологруппа определяется как-то так, примерно. Я хочу у вас узнать, как она определяется. Я вам предлагаю вопросы, а вы мне объясните. Вот мне объясните, что это не может быть. Не так, что этого не может быть, потому что этого не может быть. Мы это проходили. Вы объясните мне. Хорошо. Вот прежде чем заниматься генетикой, может быть, я сразу говорю, я не знаю об этом вопросе. Вы мне объясните. Зачем просто вот как бы о чем-то говорить, а непонятно о чем. Может, это не может. Если не может, то почему? И прочее. Что такое гопологрупруппа вообще? Это часть генома, что это такое? Как определять? Или это просто метка какая-то, да? Вот много-много-много геномов посмотрели на их различия и увидели какое-то различие. Ну, это различие. А если это различие, то я говорю, между нами с тобой, на самом деле, много общего, но в каких-то вещах мы различные. Да. Какие-то, да. А поскольку речь идет о миллиардах наклюотидов, то эти различия, они являются существенными. Поэтому не мудрена, на самом деле, я просто, надо придумать пример, где много различных событий, а внутри этих различных событий что-то одинаковое. Но я, нет, твоя ситуация понятна, что хопа, так, боби-боби. О, я придумал пример. Например, газ. Внутри газа там происходят всевозможные какие-то непонятные процессы. Но есть, как бы, статистические характеристики температуры, там, допустим, что там еще есть там? Давление. Давление, объем и прочее. То есть, статистически, точно так же, я не знаю, просто вы мне объясните. Гаплогруппа это что-то такое, из этой аналогии может прийти или что-то другое? Нет, это маркер. Взял, 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 взял. Нет, ну, каплогруппа для меня и маркер это та же самая т répondre. Нет, маркер. Ты взял, взял, и пометил этим штуком. И ты будешь всегда его с собой носить. Гаплогруппа, это набор генов? Гаплогруппа это маркер, который пометил. Гаплогруппа это набор генов, да? Гаплогруппы идут хомосомы именно. То есть они бывают либо метканериальные, либо... Нет, хорошо. А почему вот те с другими гаплогруппами почему-то они становятся с хвостами, с рогами? Почему они люди? Вот объясните мне. Потому что я, ну я не могу тебе снова сказать слово «махер», потому что он на фенотип не влияет очень слабо. Ну непонятно. Вот ты как-то понимаешь, что я не понимаю, что такое гаплогруппа. Например, что такое гены, я понимаю. Вот обезьяны одни гены, у нас другие. Да мы разные. А почему люди все... Они фенотипы однаковые, а гаплогруппы у них разные. Чего состоит разное? Разные фенотипы нуклеокитов в определенных цепочках. Или что разное. Все они, знаешь, с точностью до цвета кожи там, и там еще каких-то там буквально минимальных различий. Нет, у тебя просто при переходе от отца к сыну у тебя вот этот маркер, он всегда сохраняется. Ну это понятно, что самое главное это рассмотреть самый простын. Переход от отца к сыну. И другого он не может. А какой давай давай? Другого передачи. У тебя еще могут быть случайные мутации всевозможные. Ну я бы тебе говорю, случайные мутации. Вот у тебя случайные мутации, например, вот мы тебе говорили, Е1Б1А. У тебя когда-то возникла случайная мутация, у тебя будет Е1Б1А1Б. Ура! Не надо обратно возвращаться. Не надо. Почему? Обратно, как было глупо Е, не вернешься никогда. Почему? Ну потому что у тебя случилась мутация и все. Она у тебя ни анонит, ни... Во-первых, неизвестно. Это неизвестно, что там про дальше... Со временем она у тебя не исчезнет. Но опять же, у тебя все такие заклинания. Почему? Не может и не может. Почему не может? Ну какого уровня, я не понимаю. Подсвязывается у геопидов в определенном месте. Которые передаются в поколениях, которые находятся в определенном месте, определенная строгая наследственность. Для того, чтобы мы делали какие-то выводы наследственности, мы должны сначала точно знать, как бы, матчасть. Мы должны знать наследственность. Может быть или не может. Эксперименты должны быть переведены. А не просто заклинания. Потому что иначе получается, что если не может, все очень просто получается. У тебя... От отца к сыну там... Ты смотри, у тебя... От родителей... У тебя возникло где-то одно... Один нуклеотит заменился на другой нуклеотит. Вот у тебя. Вот это самое. Значит, закон такой был бы возможно? Такое возможно было. Значит, и в другом месте может то же самое случиться? Нет. Ты подожди. У тебя один из миллиарда был. У тебя в другом месте у тебя случилось то же самое. Какая будет вероятность? Миллиард на миллиард. Почему? Вот это нас доказывает. Почему это так? А что доказываете? У вас такая теория вероятности. Почему здесь простая теория? А вероятности по отношению к чему? Если гапалокруппа, это только различие. Нет, я тебе говорю. Гапалокруппа определяется набором нуклеотитов. Сидишь где-нибудь вот тут, в Петербурге. У тебя каким-то образом возникла какая-то мутация. С вероятностью 1 к миллиону. В Новой Зеландии у тебя тоже возникла такая же мутация. Какова будет вероятность? Там возникнет такая мутация. Нет, больше всего прикольно. Ты подменяешь термины. Я же тебе сказал, что мутация другая, но с точки зрения гапалокруппы, которая сравнивается, одна и та же. Нет. Почему она с точки зрения гапалокруппы-то та же самая? Потому что гапалокруппа, ты сам сказал, какая-то метка там различия и так далее. Ну у тебя нуклеотит изменился. Черт, вопрос сводится к определению. Ты не знаешь, что такое гапалокруппа, и не можешь определить, и как бы заклинаешь, что она почему-то что-то там такое может произойти. Опять, опять давай тебе. Новая Зеландия, Санкт-Петербург. Ну, случилось 2 разные мутации. Но с точки зрения гапалокруппы одна и та же. А почему с точки зрения они… Потому что гапалокруппа – это метка различия. Метка различия – это последствия. Ну вот, например, подожди, вот Стас и я. Стас и я, да, на самом деле. Мы можем, на самом деле, Стасу, условно говоря, там, одна мутация случилась, я не знаю, что там с ним придумали. Хорошо. А у меня другая. Но в разных мутациях может что-то быть одинаковое. Вот, например, Стас, например, попал в аварию, выбило ему зуб там, потерял грудь, уроку оторвало. И глаз выбило, да. И точно так же я попал в аварию, но у меня, допустим, еще другие как-то повреждения. Подождите, подождите, другие повреждения. Но в том числе и глаз выбит. Но с точки зрения глаза выбитого у нас одна и та же мутация произошла. А одна и та же – это изменение организма. У меня, допущен, там много чего могло другого произойти. Но с точки зрения вот описания, если мы будем все это описывать, есть глаза или нет, это же одинаково glace. Но вот теперь, employers выбил闇 от тебя глаз выбили с вероятностью 1 млн к одному, и вы у Стаса глаз выбили с вероятностью 1 млн к одному. кака будет общая вероятность, что у вас эти штуки совпадут. Так это та? Что, у меня получается, что это трьюл OT Если заявлять, что они вероятности таковы, то конечно, а таковы ли они? Да, так оно и есть. Как это же, это же голые заявления А что тебе не голые заявления в этой ситуации будет? А я могу сказать, что вот эти мутации, которые ты не можешь связать, вы их называете в какой-то империи, а я говорю, что они случились. Ну, понятно, что ты привозишь, возводишь квадрат, вероятность этой низкой мутации, возводишь квадрат, у тебя получается один в триллион. Подожди, подожди, потому что мутации эти не случайные, они направленные какие-то, потому что уже заранее существует некий механизм, можно мутации описывать, объяснять их, есть некий механизм мутации, да, он мутирует в определенном направлении. Правильно, правильно, что если держать татарина в холоде, то он поздно или рано мутирует в негра. Да дело не ве, дело не ве. Это направленная ситуация. Нет, давайте, давайте полтавни не сводить просто. Я не свожу это, ты расскажи. Мы не знаем, на самом деле, мы не знаем, как происходят мутации. И то, что они происходят хаотически, это на самом деле твоя версия. Да, это моя версия, да. А на самом деле, они, может быть, по какому-нибудь закону происходят. Я согласен, я согласен, я согласен. Это моя версия, она состоит в том, что на сегодняшний день биологи полагают, что мутации происходят произвольно. Да, а может быть мутации происходят таким способом, что приспособленческие, да, как в любых условиях вызывается определенная мутация. Допустим, понижение температуры вызывает, например, постепенно, да? Да, да. Это сказывается как-то, и вызывает определенное улучшение. А температура приводит к изменению генотипа. Да, 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 вот потом, потом, потом происходит так. Иначе, иначе, подожди, иначе вообще не объяснить, как эволюция была возможна. Как от клетки мы перешли к таким существам, как люди. Если не предположить, а направленной эволюцией. Если, уже давно ведь говорят ученые, что если свести это к случайному движению, то объяснить это невозможно, потому что это невероятно. Из клетки получи человека невероятность. Может быть, может быть, но сегодняшняя картина научная метода. Это твоя картина, твоя картина. Мне больше приказано, что ты начал с того, что не можешь объяснить, и объяснение простое. Разъехались, и была империя, и все эти конеця разъехались по местам. Ну, молодцы. Самое научное объяснение, да? И то, что я пытаюсь понять, как происходит мутация, что там какой-то, может быть, закон есть, да? И определенного рода уже заранее есть какие-то возможности, они осуществляются. Нуклеотида определенного образом выстраивается, потому что там, ну, понятно, что это же некоторые молекулы. У них же определенные молекулы застись. Согласен, согласен. Они только могут определенной последовательности. Ну, понятно, что схемос, если долго держать на солнце, то он... Ну, вот это называется как-то... Ну, вот это называется как-то... Ну, это не симуляция, не провокация. Нет, это неправда. Это я тебе во смыслу говорю. Булат, вот я тут редкий человек. Я должен сказать, что я вообще не знаю, какой был замысел Игорь. К чему он говорил о падении в гафлогруппах. И в результате, видимо, не узнаю. Ну, потому что сейчас ты говорил последовательно две диаметрально противоположные вещи на мысли. Ну, бог с ним, ладно. А какие вещи? Мне кажется, не было так... Две происходят. Нет, нет. Я предлагаю не разговаривать о Булате. Есть Игорь, который собирался нечто сказать. Ну, я сказал, да. Да. Так я тебе все успел сказать. Да, я успел сказать все, да. Все успел сказать. Я мало чего хотел сказать сегодня, да. Но просто у этого есть тогда, видимо, какой-то подтекст, который я не понимаю. Ну, да. Я догадываюсь, что эти особенности гафлогруппы, они передаются только непосредственным образом. Да, да, да. У нас подтекст, он очень простой. Мы пытаемся искать новые методы по историческому знанию и превращать историю в новую. Поэтому мы апеллируем всевозможное родо- и естественно-научный метод. То есть это один из модных, и только сейчас... То есть это способ проследить перемещение этноса по планете? Да, да, да. И было ли вообще это перемещение? Да, было ли взаимодействие, да. Это вот такой способ проследить. Есть два вида. Если бы группа действительно распространилась только от детей, то есть от родителей, дети, то действительно надо было бы разговаривать о перемещении. Это один разговор. И Игорь считает, что именно такова, как собственно... А я как бы пытаюсь апеллировать, как бы опланировать, да, точнее. Я пытаюсь опланировать и понять, что существуют ли другие возможности объяснения такого же вселенной. Я считаю, что существует, потому что как бы есть... Но пока ты из рациональных, относительно рациональных, предложил только одно. Что происходит случайная мутация в... Не случайная, а направленная мутация. Еще и направленная. Значит, ну, ей-богу, вот механизмы адаптации не как бы одно, а генетическое, геном человека совершенно другое. Взаимосвязь между этими вещами не была показана, по-моему, никогда. Ну, это сложно, согласен. Мы же и понимаем, что вопросы все сложные. И разобраться... Ну, то есть, видишь ли... Просто так разобраться... Видишь ли, даже исходя из этого, не было ни единого, как бы, указания на то, что это возможно. А ты, тем не менее, выдвигаешь такую гипотезу. Я еще раз говорю, Львов, точно так же, не было никакого доказательства, что передается только от отца к сыну. Там, не знаю, от родителей к сынам, ну, к этим детям. Точно так же. Я просто одной, как бы, ну, как по моему мнению, без доказательной теории предлагаю, другую без доказательной. Одна стоит другую. Ну, понимаете, ладно. Ну, честно говоря, на сегодняшний день принято, что мы получаем гены от отца и матери. Ну, не мутируют. По-моему, это доказанное обстоятельство. Как бы, я... Ты меня обвиняешь здесь невежеством, потому что я эту точку зрения не могу защитить. Я тебе не верю. Я действительно не могу ее защитить, эту точку зрения, понимаешь? Я тебе могу сказать. Не поэтому совершенно. Я могу тебе сказать, что проблема. Проблема, вы, если припомните, историю философии, просто, чтобы другую, отдаленную метафору, да? Да. Обычно всегда возводили знания Платона, возводят там, знания к персам, возводят к индийцам, к гимнософистам и так далее. И прочее. Везде ищут каких-то предшествий. Везде пытаются их найти и этим объяснить наличие этого знания. Не, а почему не предположить, что просто Платон сам додумался, да, там? Гимнософисты сами. То есть, чтобы, помимо... Не один очаг есть, да, распространение чего-либо, а много сразу одновременно ищут очагов. Почему-то, когда ищут... И точно так же, как в философии эта проблема большая, да? Что постоянно ищут источники и бесконечно отсрочивают во времени. Точно так же, мне кажется, и в генетике такая же проблема существует. Я не говорю, что я специалист, опять же. Я точно такой же не специалист вообще. И я в этом точно так же не разбираюсь. Но мне кажется, что если мы такие вопросы поднимаем и делаем глобальные выводы об империях, там и прочее, то мы должны всё-таки разобраться в этом вопросе. Була, ну извини меня, но есть всё-таки сильная разница. То, что происходит в сфере духа, действительно, некий человек, неизвестно по какой причине, да, но вот он пришёл к некоторой мысли, изобрёл некоторый сюжет. Да, не будем трогать никакие мысли, изобрёл некоторый сюжет. Конечно, это не означает, что он его обязательно где-то украл. Он вполне мог сам его изобрести, не зная, что за тысячу лет до него, где-то там в Индии, этот сюжет уже тоже был рассказан. А он живёт в другой части земного шара, где нет сообщения. Это я понимаю. Но, извини меня, это сфера духа, где просто либо происходит некоторое усилие духа, либо нет. Но ещё никто и никогда усилием духа не менял свой геном. Даже в самой малейшей степени. Ну вот, на это можно... Точно так же, как ты не можешь себе прибавить хотя бы пол-локтя росту. Я думаю, что возражения Булата, что имеют право на существование, потому что, ну да, но, может быть, вообще гаплогруппа не является критерием нации или перемещения нации. И, в принципе, почему эти вопросы не рассматривают? То есть, действительно, надо, наверное, какие-то боги... Гаплогруппа говорит, что нация, что-то есть нация. Что она есть у всех. Ну, маркер. Этот кусочек. Ну, нация это не то же самое, что... Я понимаю, что... Кстати, Александр, между прочим, хорошее намещание сделал. Я тоже его... Солежане, кстати. Что нация, нация, это нация. Ну, вот я взял цыган и вижу, что тут три компонента даже. Ну, может быть, вообще гаплогруппа... Ну, частоты их позволяют нам что-то... Вопрос еще в том, как формировалась нация, правильно? На какой-то территории там жили люди какие-то, а потом они были объединены государственно, там, языком, религией и прочее. И теперь то, что получилось, мы называем нацией. А изначально-то что это такое было? Ну, непонятно, что было. Мы не имеем права в прошлое, как бы, наши выводы о теперичном состоянии тех же самых цыган. Ну, да, но мы... Взять, взять РР-2 и обратно туда в прошлое экстраполируем. Можем и думаем, откуда они пришли. Нет, что цыгане, фразу, цыгане были крепостными, меня это я чувствую... Да, в Аллахии, в Румынии, в Киос-Киаре, был специальный закон даже издан. На какой-то момент этого закона, на какой территории находился цыган, потому что он становился, собственно, того человека, через землю он был. Я последнее только хотел сказать. Гулат, твое возражение, которое состоит в том, что, а может быть, случайно мутации легли именно в такую же ГАПЛ-группу без передачи, так сказать, по крови, по кровному родству, это сродни предположению, что в Санкт-Петербурге одни законы физики, а в Москве законы физики другие. Почему? Потому что это выбивает наше коренное предположение о единообразии устройства Вселенной. Ну, единообразно. Просто... Подождите, подождите, мне кажется, противоречивым. Нет, я не противоречивый. Но в том, что... Законы физики в Москве и Петербурге одинаковы. И значит, если здесь падают тела, как бы, ускоренные, как бы, да, там, с коренью уже, да, то и там они так же будут падать. И я говорю из этого делу, что если здесь, например, на территории определенного рода могли мутации произойти, значит, и там они могли произойти. Я это говорю... Видишь, не в чем дело. Дело в том, чтобы... Подождите, подождите. Дело в том, чтобы совпала ГАПЛ-группа. И поправьте, если я ошибаюсь. Нужно, чтобы совпало положение миллионов... Правильно. Миллионов частиц. Случайным образом совпало. Я даже не берусь подсчитать вероятность этого события. Я, во-первых, не знаю, сколько должно совпало, сразу говорю. Я просто высказал предположение, которое мне надо либо опровергнуть, либо подтвердить. Так вот, опровержение, по-моему, совершенно очевидно состоит. Но я говорю, что совпало не одинаково. Видишь, что не одинаково. А совпало... Просто ГАПЛ-группу, я понимаю так, это некого рода различие. Взяли разные геоны, сравнили и увидели различие между ними. Нет, ГАПЛ-группы это абсолютно четкая последовательность генов. И правильно, как Игорь говорит, что для того, чтобы... Одна ГАПЛ-группа, скажем, там... Подожди, подожди, подожди. Это для того, чтобы в одном человеке произошло случайное совпадение. А если мы говорим о группах людей, в которых происходит это совпадение случайно, на материале тысяч людей, как минимум... Это все равно, чтобы предполагать, что ускорение свободного падения в Москве просто 15 лет. Ну, я понимаю. А почему вы не допускаете... Слишком ужинный разговор, как бы, я здесь, Владимир Жуков. Изначально ГАПЛ-группа у папуасов, у русских и у японцев была одна. Ну, да, еще бы хорошо поехали. Ну, процент, допустим, первой ГАПЛ-группы у этих народов был там по 5 или по 6, ну и что? Ну, и дальше, дальше. Ну, это же не говорит о том, что они должны были... Ну, да, дальше. Выводы из твоих слов. Выводы, какие из этого? Ну, и так, соответственно, и получилось, что... А сейчас мы пришли, значит, открыли, значит, эти ГАПЛ-группы и смотрим, значит, у папуасов, у японцев и у русских, значит, оказалось 5% этой ГАПЛ-группы. И что? И теперь мы делаем выводы, перемещались они или не перемещались. Где динамика? Мы же не знаем. То есть, эта тематика очень новая. Поэтому тут, конечно, не любая точка зрения имеет место. Что? Нет, ну, она, конечно, новая, но мы должны говорить о некоторых закономерностях перемещения этих маркеров. Так, может, их не было, перемещения-то никаких. Почему? Потому что эпирический факт состоит в том, что... Опять заглядание, английский учёный установили английский учёный? Любимое выражение в радио. А английский учёный, я бы попрощил. Потому что у различных людей, принадлежащих различным мэттенцам, различные ГАПЛ-группы. Ну, это эмпирический факт. Да. Потому что у японцев одно, а у русских оно другое. Ну, а у меня эмпирический факт-то. Кто такие русские, кто такие японцы. Нет, ну это почему? Это замерили сейчас. Да, замерили. Ну, эти океанавы, у них правильно. Как определили-то заранее? Чтобы определить, кто такие японцы, надо заранее знать определение японцев. Да нет, ты пошёл, спросил японцев. Ты кто японец? Ты правильно, правильно, да. Да, а ты тоже, я тоже японец. Сдало тысяча человек-батуков. И посмотрели, у них что-то есть. Потому что японец, это представление уже культурное, это какое-то представление языковое. Они, с точки зрения ГАПЛ-группы, неоднородные. У японцев там, я не помню, две или три тоже ГАПЛ-группы доминируют. У русских тоже Р1А, порядка 50%, 20А, Балканно-Скандинавская, и финно-угорских тоже порядка 18%. Р1А1 еще. Р1А1, это то же самое, что Р1А1. Вот это их. Ты взял их, смотришь, пришёл и... Ну, всё просто, я говорю, наука не нужна. Можешь сейчас взять на листочке бумаги, цифры начертить и всё. И отсюда сразу вывезти, была империя, ну как же иначе? Это очень здорово, что ты можешь всего лишь померить. Очень здорово, очень здорово. А если очень здорово так, ты можешь привести к любым же выводам, в конце концов. Любых. Понимаешь? Что было 1А1, 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 это же как вот, как это капает, так сказать, как удобно. 1А1, 1А1, 1А1. Это есть большая сельмяжная правда. Что была империально Ева и... И уже этот факт, на самом деле, что с точки зрения ГАПЛ-группы, получать, что 1А1, 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 уже следует, что теория не верна. Значит, уже вот эта вот, если редукция такая осуществляется, и всё сводится к одному человеку и одной женщине, в том числе, что они живут в разное время ещё. Да. Это и означает, что есть ошибка, понимаешь? Что во всём этом редукционизме, во всём этом исследовании каких-то метод, вот, нашли какие-то одинаковые последователи, и считают, что эти последователи могли возникнуть только в одном месте у одного человека, а потом распространиться. Все вот такие теории требуют пересмотра. Потому что даже простой вводит о том, что одна женщина была и один мужчина, уже говорит о том, что в пределе эти теории не верны. Такого быть не могло жить. Ну, нет, кроме того, что, конечно, взял там Бог и создал Адама и Ева. Ну, кроме, кроме этого, объяснили. Сейчас сделали по гепардам, по большим кошкам, да? Только не вообще когда-то совершенно недавно, то есть буквально несколько десятков тысяч лет, и у вас оставался один мальчик, одна девочка. То есть они, как это называют, генетики, прошли сквозь гугольное ушко, то есть практически вымерли. Сейчас опять расплодились. Опять расплодились. Да, ещё раз говорю, что эти выводы, скорее всего, просто не верны. Изначально методика не верна. Мы просто не знаем, видимо, что такое гоплогруппа, и мы не знаем, что такое гены, как он мутирует, есть ли направление в этой имитации, зависит ли оно от каких-то условий и прочее. Может, наверное, случиться одновременно, в разных местах, но какова эта вероятность этого и прочее. Всё это непростые вопросы, чтобы вот так можно было всех отрезать, сказать, что этого невозможно, и всё. Ну, видишь ли, Булат, Игорь, насколько я понимаю, исходит из предположения, что научное познание этого вопроса возможно. Я тоже, конечно, наглое и ни на чём не основанное предположение. Но у тебя предположение, что научное познание невозможно. Нет, нет, ну я не в этом. Вопрос состоит в том, что я возражаю не тому, что Игорь как бы на одной определенной позиции стоит, я возражаю и выводами, которые из этой позиции. Вот один человек мутировал, и от него распространится. Какова вероятность, что оно распространится? Это мутация. Какова вероятность? Я хотел бы от Игоря что-то такое услышать, но, видимо, не услышал. Ну да. Вы мне говорите, какова вероятность за то, миллион на миллион, нормально. Да, миллион на миллион будет. Миллион. Ещё раз говорю, что это точно так же... Чёрт, чёрт, ты этот вопрос отрицаешь такой, да? Я ничего, я не знаю, что вы говорите. Миллион на миллион. Я не знаю, что вы говорите. Я просто имею в виду, что есть законность того, как молекулы связываются друг с другом. Всё равно эти операции не миллион. Это не случайно. И любые молекулы, любые нуклеотиды, нуклеотидные последствия могут связаться. И, наверное, там есть какой-то механизм, как может, а как не может. И, наверное, это количество, вероятность, если его рассматривать, не как случайно, а как направленное. Там любое. Они никак не влияют. Ну понятно. У тебя, ты же вообще всё знаешь. У тебя и любое. У тебя же вообще всё просто. Всё же, как бы, вдруг нашёлся такой парень, который мутировал, побежал сразу, трусы снял, и давай направо-налево распространять свои гены. Да. Так возникли нации. Вот в десяти местах, в десять человек таких возникло, и они у нас создали нас. Да нет, нет, правильно. Это именно так. Ну, а я говорю, что о том, что, возможно, есть какие-то законы. Да, а ты говоришь, что я у тебя по любви, да? Нет, я говорю, есть какие-то законы, по которым, на самом деле, действительно правильно, правильно ему дать. На этой любовной ноте эту тему как-нибудь закончу. Нет, ну просто, на самом деле, как бы, изначально вся вот эта тематика, она окрашена вот этой схоластической простотой. И делаются простые, как бы, заявления, а потом простые выводы. Нет, ну это я могу сказать, что настоящая наука, она то, наверное, наука, что она проста. Ну, конечно, так оно, да, понятно. Конечно, все гениальное просто, но просто действительно... А что тогда ты не говоришь, что так Бог пожелал? Это еще проще. Зачем говорить? А как это ты слушаешь? Да Бог так пожелал. Боле Бога, и все. Это еще проще. На любой вопрос, а почему камни падают с ней? Боле Бога? А, Бог упал. И почему мы кулять и такие, да более Бога, ну все ясно. Ну, это самый простой ответ, вот это самый научный, в основе твоей души зрения. Глядь на миллиарды, да-да, если у тебя такое сходится, то же самое получается, то только божественное поведение можно сделать. Я же тебе объясню, как мутации разные, а просто... Метод их оценки с точки зрения одинаковости каких-то. Два человека. Раз, два, два, два. Нет, два человека. Мы мы говорим, что совпадение результатов, именно оно исключительно. Вы не понимаете, о чем я говорю? Я так понимаю, просто времени существования нашей Вселенной не хватит для того, чтобы дать шанс этому совпадению. Я, например, пытался объяснить, еще раз говорю, что два человека одинаково, много. То есть у них две руки, две ноги и прочее, прочее. Но если брать измерение другое, скажем, с точки зрения наличия органа сердца, любые два человека одинаковые. Понимаешь? Точно так же, голубогруппа, это что такое? Это критерии оценки разных людей. Вот берем всех людей и рассматриваем с точки зрения наличия вот такого определенного неуклеотида. Безотносительно всего. И возможно, на самом деле, наличие этого неуклеотида, если последовательно... Ну, нужно вместе нуклеотида, да. Нужно вместе. Может быть, она на самом деле вызвана быть разными мутациями. Была одна мутация, другая, третий. В конце концерта, то эти разные мутации всего законов этих мутаций привели к тому, что эти нуклеотида где-то совпали. Но все потому, что если мы оцениваем эти гопологруппы, исходя, если мы оцениваем людей, исходя из гопологруппы, то у них есть это одинаково, сколько у нас с тобой и сердце. И с точки зрения того, наличие сердца, мы с тобой одинаковые. Хотя во многом разное, у нас много что-то разное. У нас одно разное, другое третье, много что-разное. Но с точки зрения критерия оценки, наличие сердца, мы одинаковые. Не являются ли вот такие гопологруппы, на самом деле, такими критериями оценки только? Вот в чем проблема, которую я хотел заявить.